Сегодня по утру около 9 часов начинающегося рабочего дня коллапс «Нежданчик» образовался в Екатеринбурге на Южной, но от этого ни разу не курортной, а как раз-таки напротив, насквозь производственно-индустриальной окраине. Практически полностью, процентов этак на 99, парализовалось движение в обе стороны по стратегически важной транспортной артерии, когда-то названной в честь сельских корреспондентов. Здесь, у остановки автобусов поликлиника на Селькоровской, 38, жареный петух, не меньше, клюнул в отчета водителя «Скании», тащившего в город здоровенный полуприцеп «Фуру». Наверное, он догадался, что въехал не в тот город с просонья и решил по-быстрому его покинуть. Ну и, соответственно, начал разворачиваться. Однако, по закону максимальной пакости что-то у него кирдыкнулось. Именно в самый неподходящий момент, когда он, стоя на раскоряку, перекрыл полностью всю дорогу. Понятное дело, в утренний час пик в жизненно важном направлении с обеих сторон начали расти пробки. Те, кто полегковушечнее, пытались просочиться по газонам и тротуарам, и у некоторых это получалось. Но ситуацию заметно не меняло. Автобусы, городские и пригородные, и не пытались как-то дергаться, тупо встали. Таким образом, рабочие, инженеры, представители целых трудовых династий, трудовая интеллигенция и руководители разных уровней с половины вторчермета, с южной подстанции, с керамики, не говоря уже о полеводстве, шабрах, горном щите и прочих населенных пунктах на тракте вплоть до самого Полевского не могли попасть на, собственно, завод в Торчермет, на комбольный комбинат или что там от него осталось, на Уральский завод полимерных материалов, завод ТРТИ, Екатеринбургский жиркомбинат, раньше еще бы и на мясокомбинат, хлебозавод, ювелирную фабрику и так далее. Короче говоря, с течением времени вот-вот грозила наступить такая ситуация, что экономически целесообразнее было бы прорубить в этой фуре две дырки и через них пустить транспортные потоки, ибо каждая следующая минута уже фатально подрывала местную экономику. В этот момент что-то в фуре перемкнуло, она поняла, видимо, что сейчас ее пустят на иголки, перестала выкаблучиваться и завелась. Иногородняя водила выгнал ее куда-то обратно за южные пределы Екатеринбурга около десяти утра, и вместе с ней рассосались и пробки на вторчике.